добрый вечер уважаемые участники здравствуйте александр всех приветствовать на новом вебинаре вместе с александром как всегда будем смотреть рынок разбирать его анализировать сделки смотреть на разные бумаги и обсуждать текущую ситуацию прежде мы начнем как всегда это предупреждение о рисках всегда важно помнить о том что торговлю на финансовых рынках она связана с рисками с ними нужно ознакомиться разобраться и всегда иметь в виду в торговле или в инвестициях для тех кто присутствует впервые на наших вебинарах пару слов о компании адмиралов мы являемся брокерской компанией работа уже более 21 года на рынке имеем лицензии в разных юрисдикциях то есть мы всегда работаем в тех юрисдикциях где находятся наши клиенты то есть недавно получили лицензию в канаде в южной африке и ордане и планируем также и расширять это в том числе в следующем году ключевой наш сервис который мы предлагаем это именно услуги по самостоятельному инвестированию или трейдингу на платформе метатрейдер и также для этого у нас дополнительно наших клиентов разработано мобильное приложение которым также дополнительно можно пользоваться как для трейдинга так для инвестиций его можно скачать с appstore с google play и пользоваться отдельно но и совершать все финансовые операции тоже можно там мы в компании всегда уделяем большое внимание это обучение потому что мы знаем что сфера инвестиций для многих она новая с этим важно разобраться поэтому мы рады что александр к нам присоединяется делится своим опытом и для того чтобы если еще наши участники не знают где за этим материалами следить так где получать актуальную информацию то рекомендую во первых подписаться на наш youtube канал там всегда будут появляться записи наших вебинаров обучающие видео и в том числе если вы в какой-то момент пропустите вебинар с александром то его можно будет на следующий день найти на нашем youtube канале и также telegram канал там мы делаем оперативное оповещение о как вас в вебинарах о новостях то есть там вся также актуальная информация собрана по плану на сегодняшний вебинар в принципе мы как всегда да я попросил александр как всегда сделать небольшой обзор именно что того что происходит на американском рынке посмотреть ключевые инструменты посмотреть индикаторы new high new low которые мы смотрим который стал уже традиционным скажем так в среде последних наших встреч подведем итоги конкурса в котором мы разыгрываем книгу с автографом александра также разберем несколько акций будет серия ответы на вопросы и в конце также расскажу про индикатор александра как их можно установить на платформу metatrader и про правила конкурса который мы проводим прежде чем мы начнем у нас традиционно эта встреча проходит в конце месяца и я обновил еще раз картинку по текущей ситуации на фондовом рынке в целом мы видим что очень большое количество бумаг отрастало да ну и мы об этом говорили тоже на прошлой встрече рынок как раз заканчивал до свою коррекцию и в принципе покупатели были сильнее прошлый месяц и об этом мы тоже сможем судить по тому конкурсу и по тем бумагам которые нам присылали есть отдельные бумаги которые не так хорошо реагируют как тесла amazon эти бумаги мы сегодня тоже планируем посмотреть то есть здесь наверное ключевой вопрос который я думаю будет проходить сквозь весь наш сегодняшний вебинар это понять да и иметь вероятность того что сейчас рынок заканчивает свою коррекцию да или она может еще продолжится и насколько хватит у него сил если мы говорим о завершении медвежьего рынка это скажем так с моей стороны вот но со своей стороны дальше передаю слово александру как всегда с нетерпением ждем вашего вебинара а для тех кто присутствует впервые на вебинаре там на александр имеет колоссальный опыт в трейдинге уже более 30 лет да я каждый раз вспоминаю первые годы первые десятилетия бы даже сказал это был не 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 трейдинг а азартная игра я думал что это трейдинг то это не было это это было было это было перекачиванием денег в чужие карманы и но со временем я все-таки научился это делать учителей не было тогда научился это делать и изменил направление денег из чужих карманов других брокеров к себе до 30 лет 30 лет 30 лет когда этого 8 до за 30 сумма сойти сумма сойти поэтому тем более наша встреча наиболее ценна что у нас есть учитель на который к нам присоединяется раз в месяц и мы со своей стороны стараемся максимально воспринимать информацию я говорю сейчас из-за себя и за слушателей кто смотрит и наши записи присутствуют онлайн поэтому александр передаю слово спасибо большое и поскольку поскольку вы стали говорить о о том заканчивается ли закончился ли медвежий рынок начи начинается ли вычий рынок я бы хотел показать вам один график у меня займет одну секунду только его найти я его еще не знаете может быть я возьму если вы не возражаете я возьму себе экран до чтобы показать этот график да так share screen континью я пойду на держит 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 одну секунду где же эта страничка сюда-сюда сказал что все подготовил заранее потом передумал без кап одну секунду ага вот она вот этот график сейчас его найду вы знаете на секунду вот чудеса ладно это я тогда покажу его лучше здесь вы знаете классическая структура бычьего рынка пойдем немножко назад вот вы мы здесь видим рынок от декабря девятнадцатого года и до июня прошлого года колоссальная быстро очень быстро медвежий рынок когда пандемия только вспыхнула и потом начинается подлёд более высокий верх более высокий низ более высокий верх более высокий низ более высокий верх более высокий низ более вы улавливаете да что структуры бычьего рынка все время он достигает периодически новых высот а когда он откатывается вниз происходит реакция то получается более высокий низ чем в предыдущий раз это счастливая жизнь бычьего рынка теперь идем к правому краю графика вот здесь вот я поставлю стрелочку это было вершина это была вершина бычьего рынка вы видите эту стрелочку да да все прекрасно вот это была вершина бычьего рынка это был декабрь прошлого года и это как раз то самое время когда я начал говорить и писать о том что бычий рынок закончился великолепные дивергенции развелись все ложный пролом вверх и это была вершина теперь начинается медвежий рынок более низкий низ более низкий вверх более низкий низ более низкий вверх более низкий низ и по правого края структуры медвежьего рынка не нарушена не нарушена MACD гистограмма уже развернулась вниз индекс силы вычертил медвежью дивергенцию и на мой взгляд это выглядит как продолжение медвежьего рынка был совершенно замечательный взлет точно так же как на бычьем рынке есть коррекции вниз а на медвежьем рынке эти коррекции вверх и мне думается мы находим близ конца такой коррекции посмотрим на индикатор новых высот новых низов причем это все его отслеживают так сказать в обычной форме я вам кстати начнем с того что я вам покажу его в обычной форме индикатор новых высот новых низов а потом есть хитрая форма которая мне очень интересная которая помогает мне в трейдинге стандартные формы недельный график слева дневной график справа и мы видим что индекс новых высот новых низов а это индекс который отражает силу лидерства на рынке вот как он выглядел год тому назад да он упал вот этого голубая линия прерывистая которая более верхняя это нулевая линия он упал ниже этой линии естественно в марте и потом почти все время он держался выше этой линии а потом к концу прошлого года видите он стал ослабевать и это показывало то что бычий рынок начинает слабеть начинает слабеть а потом начались совершенно серьезные неприятности и вот сейчас когда мы смотрим что было в этом году индекс новых низов новых высот новых низов провел почти все время ниже нулевой линии он иногда чуть-чуть высовывает голову вот как вот здесь вам видно я надеюсь что я линию поставил и получает по шапке опять высунулся на одну неделю получил по шапке а здесь высунулся по моему на три недели и крупно получил по шапке а где он сейчас он полощется ниже нулевой линии он даже не может подняться выше нуля это нездоровая ситуация которая показывает на слабость бычьего лидерства ну и и мы видим прекрасную прекрасную коррективную прекрасный коррективный такой взлет в медвежьем рынке который начался в октябре выше более высокий верх более высокий низ. Более высокий верх, более высокий низ. Более высокий верх, более высокий низ и и вот он не может уже выше пойти. И сейчас индекс S&P просел до нуля. И в то же время, если вы посмотрите на отношение его последних вершин, вы видите, как вершины показывают, что сила бычьего лидерства ослабевает. И это подтверждает то, что недельный график который мы обсуждали две минуты тому назад показывает, имеется паттерн более низких низов и более низких верхов. И тут индекс силы подтверждает эту картину. Теперь, если мы посмотрим на этот, то что я говорю, хитрый индекс новых высот, новых низов, это индекс, который еще привязан к капитализации рынков. То есть, если огромная акция, типа Apple или Amazon или Google достигает нового верха или нового низа. Это гораздо более значимое явление, если там компания местных туалетов достигает нового верха или нового низа. Для того, чтобы Google или Amazon поднялись или упали, гораздо больше денег требуется. Это показывает вовлечение больших денег. и здесь мы видим, не разбирая весь график, к левому краю, зеленая линия отражает новые высоты, помноженные на капитализацию. И мы видим, вот был пик, это было где-то в середине, извините, это было, да, в середине ноября, где-то недели, две с половиной тому назад. Вот это был пик силы. А сейчас к концу прошлой недели, к пятнице, рынок поднялся на новую высоту, какую-то копеечную новую высоту. И посмотрите на диверсенцию этой зеленой линии. Быки колоссально ослабли, рынок падает всю эту неделю. Ну, сейчас, в данный момент, в то время, как мы встречаемся здесь, рынок совершенно замер. И сегодня объем торгов на рынке очень низкий. Почему? Потому что в полвторого по местному времени, после того, как закончится наш класс, будет выступать господин Пауэл, председатель Федеральной резервной системы, который скажет, как сказать, следующий шаг Федеральной резервной системы. Все ждут, затаив дыхание, потому что по мере того, как он повышает учетные проценты, с тем, чтобы заглушить инфляцию, рынок ослабевает. Деньги становятся дороже, покупать поэтому становится менее выгодно. У человека возникает, у долгосрочного вкладчика возникает совершенно реальный выбор. Вложиться в ценные бумаги, по которым он будет получать совершенно надежные проценты, или вкладывать в акции, которые еще падают при этом. Поэтому чем выше учетный процент, тем больше конкуренция, а, кстати, индекс ценных бумаг, которые выплачивают проценты, примерно в 10 раз больше американского фондового рынка. То есть даже маленькие изменения там сильно влияют на наши акции. Поэтому сейчас все еле дышат и ждут. в последние предыдущие два выступления, а такого типа выступления обычно бывает раз в два месяца, учетный процент повышали на три четверти процента. И сейчас все надеются, что может быть повысит не на три четверти, а может быть повысит на половину процента всего. У меня нет знаний для того, чтобы составить мнение, что сделает господин Паул. Все эти решения принимаются в обстановке глубочайшей секретности. Но чем гадать на кофейной гуще, я смотрю на структуру рынка, то, что мы смотрели несколько минут тому назад. Вот недельный рынок, недельный график. Все более низкие низы, все более низкие верхи, и сейчас последний верх показывает ослабевание. Поэтому моя ставка сделана на понижение этого рынка. причем два совета трейдера. Если вы себя комфортно чувствуете, играя на понижение, похоже, что будет попутный ветер. Если вы не чувствуете себя комфортно, играя на понижение, храните деньги. Обязательно поставьте защитные стопы под всеми своими позициями, потому что обычно медвежьи рынки кончаются паникой. И мы такой паники еще не видели. Немножко отголоски паники были в сентябре-октябре, когда рынок упал, но это быстро пронесло. Поэтому мне думается, что мы еще встретимся с эпизодом острейшей паники, и вот тут-то, вот тут-то, вот тут-то будет самое время покупать. Народ будет паниковать, народ будет выбрасывать за бесценок относительно совершенно хорошие акции, вот это будет возможность покупать. Те, кто пытаются опередить рынок, купить заранее, когда рынок падает, начинают паниковать, или просто держат позицию и ждут, чтобы рынок поднялся, чтобы эту позицию потом продать безубыточно. А тут-то и начинается бычий рынок. Я думаю, что мы ближе гораздо к концу медвежьего рынка, чем к его началу, но конца этого мы еще не видели. Я думаю, нам еще предстоит его увидеть, и это будет острое событие. Важно сохранить деньги, и важно сохранить спокойствие. Роман, я забежал немножко вперед, по-моему, от вашего плана. Вы мне написали обзор американского рынка, а мы нет, ни хай, ни лоу, и вот так вот. Может быть, мы вернемся тогда к вам, к вашему софту, и посмотрим на все остальные рынки, которые вы обычно любите, чтобы я проанализировал. Да, хорошо, я думаю, что как раз еще можно показать вот этот график, который вы мне прислали на прошлую неделю. Спасибо, да, спасибо за напоминание. Есть, я слежу, я слежу за работой немногих аналитиков, нескольких. Я сам делаю свою работу, но я знаю, что у меня нет монополии на знания, есть другие люди с другими знаниями, люди, которых я уважаю. и один из них, это есть такой мужик, его зовут Джейсон Гопфорд, он живет в Миннесоте, и он публикует бюллетень, который называется Sentiment Trader. Его девиз «Пускай эмоции работают на вас, а не против вас». И у него есть очень умный мужик, очень серьезный, у него был хедж-фонд, или он работал в хедж-фонде, а сейчас занимается аналитикой очень серьезно. И его девиз, а я сказал про девиз, значит, чтобы эмоции работали на вас. И вот у него есть всякие способы отслеживать эмоции толпы. В частности, вот этот график, наверху, верхняя кривая, это график S&P, S&P 500, а ниже две линии. Синяя линия отслеживает относительный бычий настрой профессионалов, а нижняя линия, такая красно-коричневая, отслеживает относительный бычий настрой любителей. И я отметил вот этими точечными линиями зоны, где в этом году во время медвежьего рынка, во время медвежьего рынка обычно народ боится, а профессионалы ищут возможности что-то купить, по крайней мере, для короткого, для краткосрочной сделки. Но периодически рынок поднимается немножко, и толпа вспредает духом и тоже начинает покупать. И я отметил зоны, где бычий настрой любителей стал выше того, чем профессионалов. Вы видите первую коробку в январе, и это был верх ралли, вы видите вторую коробку в апреле, это опять был верх ралли, вы видите третью коробку, это где-то в августе было, это опять был верх ралли, и сейчас то же самое. как говорила старая няня, коженый раз, но я в том самом месте. Вот так вот. То есть для меня это еще одно добавочное подтверждение того, что ситуация готова к продолжению медвежьего рынка, что бычий рынок еще не кончился. Опять-таки, ни у кого нет монополии на знании, и у меня нет волшебной способности предсказывать будущее. Если бы была его, я бы уже давно был владельцем биржи. Есть знания, есть опыт, но при этом всегда нужно защищать свои позиции с топами. Поэтому я сказал уже раньше, что если у вас на данный момент есть какие-то длинные позиции на повышение, обязательно защитите их, разместите с брокером приказ, не держите его в голове. подумайте, ниже какого уровня вы не хотите эту акцию держать и дайте приказ. А если вы будете играть на понижение, то же самое, будьте готовы, если сделка сорвется и пойдет вверх, на каком уровне вы выйдете. Это решение должно быть принято до того, как вы вошли в сделку, потому что до того, как вы в нее вошли, у вас нет денег на кону, и вы можете смотреть на ситуацию объективно. Когда сделка открыта, и это уже ваши денежки, то ли они преувеличиваются, то ли они горят. Вот тут решение принимается менее объективное, поэтому решение о стопах надо всегда принимать до открытия сделки. Мы возвращаемся к графикам Романа, и это DAX. Это DAX. Знаете, с левой стороны недельный график, и одна из главных причин, по которой я люблю накладывать конверты на все графики, вот вам здесь налицо. Рынок, любой рынок, любой свободный рынок, это такой маниакально-депрессивный пациент. В стадии мании его нужно привязывать к кровати, чтобы он не выскочил случайно из окна, а в депрессивной стадии его надо привязывать к кровати, чтобы он или следить за ним во все глаза, чтобы он, упаси Бог, не выскочил в окно из-за депрессии. Но когда мы это переводим на язык трейдинга, когда рынок депрессивен и находится вблизи нижнего конверта, это самое время покупать. Когда рынок находится наверху и у верхнего конверта, это самое время продавать. Где находится сейчас немецкий рынок? Спасибо. Это недельный график. Теперь идем на правую сторону, где дневной график DAX. Он тоже находится здесь в маниакальном состоянии, правда последние три дня немножко ему полегчало, но что мы видим здесь? Буквально две недели назад вы видите как MACD гистограмма достигла максимального пика и в это время цена была тоже на пике все идет вверх все по плану. Теперь к концу прошлой недели в последние два дня четверг-пятница на прошлой неделе DAX вылез на новую высоту. А где MACD гистограмма? А нету? А еще ниже индекс силы? Так это же вообще медвежья дивергенция. Очень опасная ситуация для быков и очень привлекательная ситуация для медведей. Конечно она была еще лучше в конце прошлой недели когда можно было закоротить и сыграть на понижение. В таких ситуациях когда я играю на понижение закоротить возле верхнего конверта и снять прибыль когда акция возвращая или индекс возвращается в зону ценности в зону между двумя скользящими средними. Вот так вот. Так что считайте меня медведь. Следующий график пожалуйста. Спасибо Александр. Сейчас открываю евро доллар. Ух как красиво. Ах как красиво. Как красиво. Евро доллар долго находился в медвежьем рынке. Это было связано с простейшим фундаментальным фактором. В Европе были низкие учетные проценты. Поэтому если допустим у вас фонд или какая-то корпорация которая держит деньги для будущих покупок и у вас допустим 10 миллионов долларов 50 миллионов долларов их надо положить в банк. Положите в банк европейский где с вас будут вычитать пол процента в год за услугу по хранению ваших денег или положите их в американский банк где вам будут выплачивать пару процентов может быть. Поэтому деньги ушли в Америку и евро ослабевал. Ну евро немножко политика европейского центробанка стала возвращаться к какой-то разумности стали повышать учетный процент. Произошла совершенно замечательная коррекция. евро взлетел от нижнего конверта почти до верхнего на недельном графике и уже почти возле верхнего конверта. И вот этот пациент как любой биржевой клиент как любой биржевой индекс любой биржевой инструмент у него диагноз маниакально депрессивный психоз. Значит у этого пациента была жесточайшая депрессия а сейчас у него маниакальное состояние возникло. Казалось бы все прекрасно и эта мания будет продолжаться вечно а может быть и нет. Посмотрим на правую сторону на дневной график и здесь мы видим совершенно замечательную картинку одна из моих любимых фигур в техническом анализа. В начале ноября где-то недели три тому назад вот этот замечательный взлет от низов до верха почти десять процентов буквально за полтора месяца закончился тем что я называю хвост кенгуру то есть евро выскочил уже вот-вот-вот до самого верха но не смог удержаться и упал в тот же день и такой хвостик как бы торчит наверх после этого евро опустился до зоны ценности а потом опять взлетел взлетел опять и вот на этой неделе в понедельник казалось бы что маниакальное состояние вернулось евро выскочил еще выше чем две недели тому назад но тоже не смог удержаться тоже упал второй хвостик торчит кверху двойной пик жесткая дивергенция индекса силы по-моему это ралли начинает подходить к концу ралли евро начинает подходить к концу но опять-таки вспомнит старую песню недолго музыка играла недолго фраер танцевал научный термин вот так вот выше степени осторожно выше степени осторожно с точки зрения трейдинга это трудно что-то умное сказать или сделать потому что возможность евро уже вернулась к зоне ценности я люблю делать сделки в отдалении от зоны ценности либо продавать выше ценности коротить либо покупать ниже а сейчас евро на дневном графике в зоне ценности поэтому смотрим ждем следующего поворота это золото я рад что Роман когда мы с вами неделю тому назад разговаривали я выразил бычье мнение о золоте по крайней мере за эту неделю оно нас не подвело смотрим на недельный график в центре недельного графика мы видим здоровенный хвост кенгуру кверху вот так вот да это показывает была истерическая ралли и выдохлась покупатели отступили и каждый раз когда я вижу вот такой хвост кенгуру я торгую против него он показывает куда цены не хотят идти кстати недалеко от левого края был замечательный хвост вы можете увидеть на недельном графике тоже замечательный хвост кенгуру начался медвежий рынок золото долго падало и где-то месяц тому назад на недельном графике вы видите три хвоста вниз раз вот так вот раз два три вот именно первый второй третий то есть кто-то паниковал кто-то продавал золото возле нижнего конверта и оно тут же отскакивало и вот это вот было три хвоста кенгуру подряд наконец медведи явно потеряли силу совершенно замечательное ралли началось взлетело выше зоны ценности и сейчас и сейчас происходит такой вот откат к зоне ценности то есть это откат в зону где вполне резонно покупать на недельном графике да смотрим на дневной график мы видим вот этот сильнейший взлет этого ралли МСД гистограмма достигла новой рекордной высоты и последние пару недель был спад опять-таки хвост кенгуру показывающий вниз говорит о том что золото не хочет падать и золото так колышется над зоной ценности мне думается что в данном оно приглашает играть на повышение не на понижение спасибо Александра и нефть опять-таки совершенно замечательные сигналы начинают вырисовываться на этом графике Роман вы столько слышали этих романцев я думаю вы сами их можете теперь спеть вы начнете с того что расскажете про хвост кенгуру в левой части недельного графика это был это был февраль 24 года до нашего года заговариваться начал когда когда вторжение создало угрозу все боялись что сейчас что-то с нефтью произойдет но по большому счету все устаканилось с нефтью и с замедлением экономики начался медвежий рынок по нефти нефть опустилась от 120 долларов за баррель к 80 потеряла примерно треть и вот здесь где как раз ваш крестик стоит остановилась донышко от этого донышка был взлет а на прошлой неделе и на этой неделе была совершенно замечательная вытреска люди которые купили у первого дна видим от большого ума поставили защитные стопы ниже этого донышка это плохое место ставить стопы потому что не нужно быть гением чтобы понять что под таким вот явно заметным дом будет куча стопов и профессионалы сделают все возможное чтобы помочь рынку выбить эти стопы то есть если если удастся рынок подтолкнуть немножко вниз то ниже этой точки начнутся как раз где вот сейчас у Романа стрелочка стоит ниже этой точки начнутся массовые продажи можно будет скупить товар на распродаже и сыграть на повышение это произошло началось на прошлой неделе и продолжилось в понедельник на этой неделе маленький хвост кенгуру трочит вниз даже на недельном графике и цена торгуется возле верхней точки последнего последнего столбика переходим направо на дневной график и здесь мы тоже видим этот ложный пролом вниз я называю эту структуру ложный пролом когда цена пробивает значимую предыдущую точку и отказывается от этого пролома вот тут и надо играть против пролома кстати очень похожая фигура была Роман если вы начертите другую горизонтальную линию в самом центре вот был пик это было в октябре где-то да вот от этого пика вот так вот да вот ралли спад и новое ралли окей мы пробили этот предыдущий пик идем на новую высоту как бы не так как бы не так в первый день да пробили и остановились выше во второй день поднялись еще выше опустились еще ниже а в третий день уже поехали да то есть это не игра для новичков но для опытного трейдера который следит внимательно за рынком вот так вот эта вот игра создает очень хорошие возможности это одна из моих любимых игр когда я вижу пролом на новую высоту или на новый низ то где новички начинают говорить ну все все новый тренд начался мой главный вопрос а не будет ли разворота потому что большинство таких большинство проломов сопротивления оказывается или поддержки оказываются ложными проломами и на этом графике вы прекрасно видите прямо сделайте снимок и распечатайте вот ложный пролом вверх вот ложный пролом вниз в следующий раз когда увидим такое будем торговать очень хороший пример на недельном графике двойное дно близ правого края на дневном графике то же самое то есть нефть по-моему готова к такому довольно длительному подъему отсюда это я думаю начинается новый такой хороший бычий эпизод в нефти думается мне спасибо Александр посмотрели как раз основные рынки и сейчас можем посмотреть что у нас было по конкурсу сейчас один момент я сделаю как раз открою наш конкурс один момент и сможем посмотреть про правила конкурса я расскажу в конце собственно здесь хотелось бы сказать вначале то что в этот раз в отличие вот там нескольких предыдущих где собственно когда рынок снижался то есть выходили победителями как раз бумаги которые были взяты в шорт а сейчас так как рынок рос то собственно большинство из тех кто сделал которые закрылись по этой профи то они были как раз в лонг и в этот раз у нас был победитель который предложил акцию AMD да и здесь движение составило порядка 20% поэтому Артем Артемов он становится победителем у нас в этот раз и в том числе то есть были бумаги которые достаточно близко показали VFC да также Human Corporation и было несколько бумаг которые как раз показали противоположный результат и вот то упражнение которое мы делаем как раз в рамках данного конкурса это посмотреть на во-первых на сделку победителя да которая которая была то есть чтобы посмотреть да и понять как что сподвигло на сделку и с другой стороны посмотреть также на сделки тех которых которые закрылись с убытком вот сейчас я добавляю на график AMD то есть как раз здесь недельный график точка входа здесь take profit и то же самое на дневном прекрасно Артем поймал очень такое мягкое дно было было много времени сделать покупку не было никакой истерики вошел вовремя и начался резкий взлет тут не показано где он продал это дело нет а это как раз красная линия прекрасно прекрасно и вы знаете две самые худшие эмоции для трейдера это страх и жадность страх и жадность новичок посмотрел бы на этот график и сказал продал на красной линии мог бы выше продать почему вы знаете вот так вот но жадность фраера сгубила поэтому я никогда не стараюсь отловить дно я никогда не стараюсь отловить верхушку я хочу взять куш с середины вот как раз вот эта сделка Артем взял хороший куш очень хороший куш с середины и гудбай он не поймал дно он не поймал верхушку и он сделал прекрасную сделку остался с деньгами и наверняка с хорошим настроением и успешного поиска в следующий раз но хочу добавить к этой сделке от себя такой постскриптум у меня есть в данный момент позиция по AMD на понижение но это позиция которую я открыл на в конце прошлой недели вы видите на дневном графике на дневном графике двойной пик с такими хвостами кенгуру торчащими вверх на индексе силы внизу видна медвежья дивергенция так что пожелайте мне сейчас я хочу посмотреть на этот график пожелайте мне удачи успеха но я готов уже закрывать эту сделку потому что я открыл ее недалеко от верхнего конверта а сейчас AMD находится уже близко к зоне ценности и мне не нравится сегодняшний день с медвежьей стороны AMD открылась открылась довольно высоко толкнула вниз и сейчас вот не хочет идти к зоне ценности так что я думаю я не буду отрываться сейчас но когда закончится наш семинар я пойду и закрою свою позицию поступлю как Артем кушать середины но мой куш будет меньше меньше по дистанции возможно больше по деньгам но мой куш будет меньше по дистанции но тем не менее продали высоко акция чего-то не хочет касаться зоны ценности ну не хочешь и не надо я и здесь уйду спасибо спасибо Александр и вот еще одна бумага которая могла бы могла бы быть составить Артему конкуренту Taiwan Semiconductors и здесь как раз участник предложил ну то есть вот здесь стрелочкой точка входа да 61.40 и стоплост был 59.50 очень очень тесный очень тесный стоп очень тесный стоп вы знаете есть структура я ее называю стальной треугольник контроль над резком стальной треугольник вы решаете значит вам нравится акция вы думаете вот я ее куплю по этому уровню теперь вопрос значит какими деньгами вы собираетесь рисковать допустим вы вы решите что вы будете рисковать на 200 долларов естественно если вы поставите свой стоп на расстоянии одного доллара от цены входа вы можете купить 200 акций если вы поставите его на 50 центов от уровня входа то можно купить 400 акций и так далее то есть если вы стоп поставите очень близко то можно сделать большую позицию но при этом риск сквозь потолок потому что на рынке есть определенный на любом рынке есть определенный шум акции движутся в каком-то диапазоне хаотично и нужно поставить всегда свой стоп вне уровня шума вне зоны шума индикатор которым я пользуюсь для того чтобы определить зону шума называется ATR average true range average true range входит в большинство ставтов он показывает нормальный разброс цен в нормальный день поэтому стоп всегда должен быть вне зоны ATR для меня минимум полторы зоны ATR чтобы поставить свой стоп я не знаю Роман если вы хотите я буквально минуту посмотрю а я здесь сразу же я уже как говорится не первый раз замужем здесь я тоже его добавил ATR 22 период и собственно здесь было на тот момент сделки примерно 2.54 то есть 2.54 доллара 2.54 и это акция TSM одну секунду еще еще TSM entry 61 4 а стоп 59 50 то есть стоп был меньше 2 долларов стоп был меньше 2 долларов как вы сказали 1 ATR 2.5 доллара то есть человек который сделал эту сделку поставил свою поставил свой стоп внутри зоны шума и этот шум его выбил из сделки которая должна была быть очень прибыльной вот так вот да пользуйтесь этим индикатором ATR на дневном графике и получайте эту цифру и умножайте минимум на полтора и вот на эту дистанцию стоп должен быть отдален а еще лучше на 2 умножить естественно чем дальше вы поставите свой стоп тем больше ваш риск на одну акцию и тем меньше ваша позиция чтобы сохранить этот треугольник но это вот это как раз то на чем мы становимся профессионалами на контроле над риском спасибо Александр у нас практически повторяются похожие сделки с таким стоп лоссом поэтому пока они наверное не закончатся я периодически буду тоже добавлять чтобы наш слушатель может быть я это упоминал раньше тысячу лет тому назад я прилетел в Сингапур и остановился у знакомого у приятеля денег даже на отель нормально не было а у приятеля была трехспальная квартира он был он уже был профессионалом он был профессионалом его попросили приехать в Сингапур чтобы у него учились местные трейдеры то есть он занимался только своим фондом но короче говоря мужик невероятно много работал я обычно просыпался утром его уже в квартире нет вечером я заваливаю спать а его еще нет все еще в офисе сидит ну такой работяга ужасный но как-то я его говорил в воскресенье давай пойдем рынок закрытый поехали на велосипедах прокатимся взяли велосипеды поехали на берег моря вышли на берег моря взяли на прокат велосипеды поехали кататься ну и походы беседуем я ему говорю слушай а вот сколько времени ты уделяешь контролю над риском контролю за деньгами он говорит ну примерно треть я сейчас с велосипеда не упал ну какую треть за две минуты решают такие вопросы но я был новичком который вообще постоянно еще головой бился об стенку а он а у него был фонд и фонд хорошо хорошо функционировал теперь значит с дистанции с расстояния времени я не трачу треть своего времени на контроль за деньгами но я бы сказал что процентов 20 моего времени четко уходит вот на эти вот расчеты где шум какой размер позиции как это поставить вот так вот да ну вот такое надо считать поехали дальше да спасибо Александр и вот здесь как раз если те бумаги были интересны но с одной стороны там стоп-лоссом немножко так скажем так не доработали да то вот здесь бумага G1 терапатит терапатит я не прочитаю терапитикс терапитикс то есть это какая-то это медицинская или биотехнологическая компания да и как раз вот здесь тоже была предложена точка входа здесь стоял стоп-лосс и вы знаете есть это я точно напоминал есть книжка называет я не знаю как она наверняка издана в России по-английски она называется One Up on Wall Street один против Уолл-стрита ее автор Питер Линч Питер Линч который в течение многих лет был самым успешным управляющим капиталами в Америке но он ушел на пенсию ушел в довольно молодом возрасте сделал большие деньги ушел живет очень богато и занимается он очень такой религиозный католик занимается благотворительностью я с ним лично не знаком но все что я слышу это сказать очень позитивно так вот он в этой книжке написал относительно этой сделки пытаться поймать дно это как пытаться поймать падающий нож ты неизбежно схватишь его за неправильную часть когда нож острый нож падает со стола не надо ловить его в воздухе пускай он ударится о пол пускай он повибрирует на этом полу а потом его можно будет брать вот как как Артем взял свою акцию которую вы показывали несколько минут тому назад нож ударил в пол нож повибрировал эта вибрация стала остановиться останавливаться вот тут-то Артем его поднял и даже вот эта сделка с ТСМ которая не удалась потому что наш участник слишком близко поставил стаб но то же самое нож ударил в пол был длинный бар потом был коротенький бар и цена стала подниматься вот тут он этот нож взял а в данной сделке которая закончилась к сожалению провалом нож еще летел сквозь воздух сквозь воздух и человек просто пытался схватить падающий нож не надо этим заниматься дайте акцию упасть дайте остановиться полежать отдышаться и чуть-чуть начать подниматься но не надо ловить падающий нож спасибо Александр с Артемом я обязательно свяжусь и расскажу как забрать книгу у нас остается буквально 10 минут и как раз эти бумаги посмотрим какие есть вопросы вы знаете кстати на тему на тему контроля на тему контроля за ситуацией сейчас в издательстве Альпина готовится к выходу на русском языке моя самая последняя и самая важная книга как играть и выигрывать на бирже в 21 веке и я как раз вчера просматривал там очередную главу которую они мне прислали и сейчас просто хочу прочитать вам один параграф пока мы ждем вопросов прочитать вам один параграф из этой главы я так посмеивался немножко потому что он еще кроме рынка этот параграф имеет полное отношение к сегодняшней политике хотя книжка была написана очень давно глава о том как надо контролировать риск читаю система это план но как писал немецкий фельдмаршал 19 века Гельмут фон Молтке ни один военный план не выдерживает первого же столкновения с противником американский боксер Майк Тайсон которого цитирует The Economist выразился более прямо у каждого есть план пока ему не дадут по морде вот почему контроль рисков должен стать неотлемлемой частью каждой торговой системы конец какие у нас вопросы кто-то пишет я вижу сделайте пожалуйста обзор на биткоин платье старого короля король слабо одет по-моему но Роман если вы выставите график биткоина конечно мы можем на него посмотреть и полюбоваться а пока что Кирилл спрашивает Александр расскажите про Фибоначчи пожалуйста пользуйтесь вы законом перезарядки Кирилл законы Фибоначчи относятся к размножению кроликов вот для чего эта формула была выведена один кролик ничего не производит два кролика производит третьего и значит два плюс плюс один это три три плюс два это пять ну ты скажешь добавляйте последние две цифры все время люди это пытаются применить к графикам я считаю что это мистика у меня у меня приятель один написал книгу про ну он очень суеверный человек управляющий фондами написал книгу про Фибоначчи я как-то вот взял у меня было несколько часов взял его книгу взял книжку с графиками это еще до компьютеров было линейку калькулятор иногда выходит а иногда нет так если положить бумагу в клеточку на любой график тоже чего-то будет выходить а чего-то нет я считаю что Фибоначчи это так из зоны суеверия Роман ходите на биткоин посмотрите ну вот я биткоин да открыл сейчас почему-то так так что-то я его не не вижу так так где же где же где же а вот биткоин а а ну вы знаете очевидно что совершенно произошла пренеприятная ситуация обанкротилась третья по размеру биржа криптовалют колоссальные хищения выяснились колоссальный беспорядок то есть мужик который это делает люди люди хотят верить что кто-то что кто-то чего-то знает вот вот он всех убедил что он всех знает этот этот мужик фирму вложились все вложились лучшие инвестиционные фонды секвойя в них вложилась из из Канады вложилась вложился пенсионный фонд антария все оказалось мыльным пузырем это сильно ударило по биткоину конечно что что я вижу на этом графике медвежий рынок длящийся уже давно и вроде бы вроде бы вроде бы намечается донышко намечается донышко если мы смотрим на недельный график в самом центре мы видим вот вот где вот только что вы раньше коснулись романа вот здесь вот это колоссальное истерическое падение в июле и внизу вот это была сила медведей а потом МСИ гистограмма пошла выше нуля сейчас цены упали ниже июньского уровня а гистограмма держится гораздо выше похоже что намечается донышко еще рано то есть гистограмма продолжает опускаться но похоже намечается донышко и то же самое на дневном графике такое двойное дно уже уже есть и если бы никто-то пристал пистолет в голове и сказал Алекс ты должен сделать сделку по биткоину мне бы пришлось его купить но я конечно никому не подхожу на пистолетный выстрел это слишком сумасшедший рынок с моей точки зрения спасибо Александр у нас есть еще несколько бумаг на чтобы успеть посмотреть Тесла да Тесла Тесла одна из них очень рынки хаотичны Тесла хаотична и она как бы заманивает купи-купи-купи-купи но я вижу очень серьезное осложнение чем она заманивает купи-купи падение на недельном графике всегда начинаем с недельного падение замедлилось МСД гистограмма повернула вверх индекс силы повернул вверх но дивергенции как таковых нет смотрим я бы сказал нейтральный график он и не положительный и не негативный он нейтральный идем к правой стороне где дневной график на прошлой неделе Тесла упала до нового низа в этом медвежьем рынке МСД гистограмма вычертила гораздо более плоское дно но не было перед этим дном пересечения вверх гистограммы для того чтобы назвать это дивергенцией МСД должна подняться выше нуля а потом упуститься ниже этого не было дивергенции как таковой нет то есть опять-таки дневной график я бы классифицировал как нейтральный недельный нейтральный дневной нейтральный я смотрю на такое я хочу торговать Тесла я сделал очень много денег очень много сделок и денег по Тесле в прошлом году я торговал ее часто но я смотрю на это с одной стороны с другой стороны спад кончился сильного сильного подъема сильных сигналов на подъеме не вижу она нейтральная она нейтральная я не вижу преимущества для себя я не вижу ни бычьего ни медвежьего сильного сигнала а чего угадать я хочу торговать теми акциями которые с экрана протягивают свою мозолистую руку и берут меня за лицо если ты не будешь этим торговать чем ты будешь торговать такие вот сильные сигналы а это вот так вот что-то лежит что-то вякает а может быть я когда замечаю это следующий график вот еще одно amazon вы знаете мне думается я смотрел на amazon на прошлую неделю так очень внимательно и думал вроде бы вроде бы amazon приглашает ее купить на недельном графике значит имеется как бы двойное дно такое и бычья дивергенция настоящая бычья дивергенция macd гистограммы и macd линий это позитив с другой стороны цены сейчас у правого края значительно ниже чем они были весной в середине графика да то есть эта дивергенция происходит в то время когда цены низки я люблю когда дивергенция происходит когда второе донышко чуть-чуть глубже первого а здесь оно солидно глубже первого я смотрю на дневной график и там так сказать ничего особенного нет никаких ни дивергенций ничего но мне думается мне думается что если я не ошибаюсь и что если рынку предстоит значить такое то что по-английски называется waterfall decline падение как водопад то есть мне думается что рынку предстоит серьезная неприятность то это будет одной из тех акций это будет одной из тех акций которые я буду выжидать покупать вот на таком серьезном дне это серьезная компания с исключительной позицией в обществе я знаю что в Америке но у всех есть счета на Амазоне и компания никуда не уйдет она действительно в центре американской экономики находится и вот во время такого глубокого серьезного последнего падения это будет одной из акций в которых я намереваюсь построить длинную позицию но не сейчас спасибо Александр а у нас сейчас уже ровно 8 часов час у вас если 3-4 минуты может быть пожалуйста я только знаю что в пол второго будет наш замечательный господин Паул выступать но я на это смотрю как на театральное представление то есть сделать сделку под его выступление я оставляю тем молодым людям с гораздо более быстрой реакцией вот здесь как раз если мы смотрели Тайвань семикондактор как раз на сделку на покупку которая была там условно месяц назад то сейчас было достаточно серьезное ралли и вот если посмотреть на нее с точки зрения как раз продажи как ваше мнение да да мы смотрим на недельный график ралли все произошло практически за 2 недели да неделю и теперь следует после этих двух недель резкого подъема и это показывает паника происходит а отчего паника ТСМ она торговалась где-то под 140 долларов и она упала от 140 до 60 больше половины потеряла и наверняка всякие умники стали строить короткие позиции после того как акция потеряла уже половину надо я не знаю как это как по-русски по-английски есть поговорка early bird catches the worm ранняя пташка ловит червя а люди которые поздно значит закоротили акция стала подниматься они стали бежать к выходам а как как шарты бегут к выходам они покупают чтобы закрыть короткую позицию когда когда акция падает то длинные позиции продают а короткие шарты наоборот покупают и вот все вот это вот панический такой взлет это как правило это ударили по шартам акция поднялась она поднялась в зону серьезного сопротивления где акция провела в предыдущие месяцы много времени следующий бар очень коротенький на этой неделе бар очень коротенький то есть ралли похоже выдохлась ралли похоже выдохлась смотрим на дневной график единственное что мне здесь не не очень нравится это такие вот огромные гэпы с одной стороны можно понять гэпы происходят даже из-за того что основные торги по этой акции происходят не в Америке это мы смотрим сейчас на американский рынок они происходят на Тайване и поэтому образуются такие гэпы но у правого тем не менее у правого края мы видим акция полощется где-то в районе 80 долларов ни вверх ни вниз ослабевает мы смотрим на индекс силы и допустим сегодня вот даже даже сейчас посмотреть последний последний столбик на дневном графике да казалось бы ралли у нас сегодня взлет да открылась на гэпе на небольшом и поднялась сейчас торгуется там же там же где открылось а индекс силы показывает вниз то есть да это сказать вполне но опять-таки перед выступлением Паула я вообще ничего бы не стал делать лучше постоять эти выступления могут толкнуть рынок вверх или вниз а потом где-то через полдня разворачивается еще после этого так что эти выступления могут сильно они создают сюрприз а профессионал не работает на сюрпризы профессионал работает на повторение известных структур но после выступления на эту акцию вполне имеет смысл посмотреть с точки зрения закоротеть я с вами согласен Роман еще одна бумага я думаю что еще две вот Nvidia тоже был достаточно серьезный ралли ну то есть в принципе у нас в этом ключе то есть что мы видели на S&P то есть взлет здесь тоже очень похоже и сейчас находимся в какой-то верхней области я не знаю для меня она выглядит неплохо потому что замечательная бычья дивергенция была на недельном графике между летним и осенним донышками и сейчас акция на недельном графике торгуется выше доныш выше летнего донышка да то есть вот вся эта структура осеннего пролома вниз оказалась ложным проломом поэтому это выглядит сильно с другой стороны акция немножко как говорится обогнала сама себя она сейчас выше зоны ценности и немножко приседает в зону ценности по-моему это возможность здесь бы здесь бы я стал искать возможности ее купить не сегодня тем более что я настолько по медвежьи настроен по общему рынку но следующую небольшую просадку которая я думаю не достигнет зоны дна я бы искал возможность купить смотрю на дневной график у правого края и там цена в зону ценности уже вошла начинает немножко чесаться руки купить сегодня нет общий рынок общий рынок слишком подозрительно себя ведет если бы я покупал здесь я бы взял маленькую позицию потому что иногда нравится акция но не уверен в ней полностью чем просто сидеть и смотреть лучше взять и купить маленькую позицию тогда она у тебя есть и тогда вот теперь смотришь на нее другими глазами гораздо более внимательнее я думаю что здесь имеет смысл подумать о контрольной позиции я хочу еще добавить что я не могу давать вашим нашим участникам советов потому что я не знаю ни их финансового положения ни их отношения ни их терпимости к риску ничего подобного поэтому то о чем я говорю я думаю вслух советы давать незнакомым людям это просто было бы я неумным подходом да я хочу дать вам свое открытое четкое мнение но ни в коем случае не советы о покупке если вам мое мнение интересно вы хотите разработать его и совершить покупку или продажу накоротка то обязательно применяйте методы контроля над риском обязательно и вот последнюю акцию на сегодня это Disney то есть как раз смотрели больше такие технологичные компании вот посмотреть как себя чувствует такая более стабильная более консервативная они уже буквально несколько дней назад они турнули CEO Chief Executive Officer то есть человек который командир компании совет попечителей выгнал командира компании и пригласили предыдущего командира смотрим на дневной график ложный пролом вниз чистейшей воды бычья бычья дивергенция MACD гистограммы MACD линии и индекс силы да выглядят очень хорошо смотрим на дневной график цена ниже зоны ценности импульсная система красная поэтому покупать нельзя она кстати красная на недельном графике но это акция которая вычерчивает дно и я думаю приближается время покупки не сегодня спасибо спасибо большое Александр здесь для наших слушателей то что мы не успели посмотреть в нижнем углу как раз от Tesla то есть там как раз были бумаги которые там на 20 на 10 20 30 процентов или выросли или упали где похожие ситуации могут складываться вот будет домашнее задание скажем так для наших участников чтобы смогли в том числе самостоятельно посмотреть спасибо большое Александр как всегда много интересного много полезного много важного спасибо большое Роман очень приятно с вами всегда работать всего хорошего спасибо желаю хорошо последить за Паулу за его выступлением и уже увидимся в конце декабря всего хорошего всего доброго Александр спасибо большое до свидания до свидания уважаемые участники в конце также как я и обещал посмотреть на то как ну точнее рассказать с моей стороны по поводу индикаторов Александра сейчас я также запущу и расскажу про индикаторы и про конкурс и соответственно как у нас можно принимать участие в том чтобы задать вопрос Александру чтобы мы смогли оперативно как раз это сделать начнем с в первую очередь да скажу еще так что если у нас есть участники или те кто смотрит на ютубе сейчас впервые да то у нас есть запись вебинара с Александром где как раз Александр первую часть вебинара уделял тому чтобы разобрать как работают индикаторы да как их использовать то есть ну вот как раз все базовые моменты они вот здесь есть сейчас для тех кто в чате у нас в зуме я запись прикладываю для тех кто смотрит на ютубе то на в плейлисте на нашем канале вы можете найти там в названии будет как работают индикаторы то есть там сможете посмотреть теперь что касается индикаторов то есть индикаторы доступны для клиентов Admirals бесплатно при наличии реального счета с балансом более 200 евро они ставятся на пятый метатрейдер и вы сможете сделать точно такой же вид как вот я показывал и как последние акции мы с вами смотрели то есть точно так же их можно будет настроить и использовать для того чтобы запросить индикаторы необходимо написать на почту elder диск собака admiral marquez .com сейчас в чате я прикладываю для тех кто смотрит на ютубе в описании почта есть напишите просто письмо в свободной форме и если у вас есть уже реальный счет то мы вам вышли индикаторы шаблоны видеоинструкции по установке ну и плюс вы можете посмотреть всегда одно из предыдущих видео где Александр более подробно рассказывает про работу индикаторов если у вас еще нет счета то мы также специально наши специалисты подскажут как можно открыть счет выбрать нужный и проконсультировать по этому вопросу и после открытия счета уже вы сможете получить соответственно индикаторы и вторая часть это про конкурс Александра да сегодня у нас Артем Артем выиграл вот такую книгу с личным фотографом Александра и мы проводим этот джентльменский конкурс каждый месяц для того чтобы как раз привести в систему такой подход приведения в систему планирования сделок с одной стороны и в том числе в конце которого может быть приятный приз книга с фотографом Александра для того чтобы принять участие в данном конкурсе то есть у нас конкурс проходит на нашем ютуб канале если вы на него еще не подписаны то прикладываю ссылку и те кто смотрит нас на ютубе то сразу же подпишитесь нужно поставить лайк к последнему видео соответственно это будет видео план на декабрь предложить в комментариях одну сделку по одному активу который торгуется в Адмиралс у нас торгуется более порядка 8000 инструментов то есть из максимально ликвидных то есть из американский рынок европейский рынок валюты индексы то есть всегда эти инструменты можно найти то есть у нас очень крайне редко бывало что предлагали какой-то инструмент который у нас не торгуется но тем не менее то есть на конкурс мы принимаем те инструменты которые торгуются у нас что нужно сделать то есть точно так же как вот вы видели пример когда мы разбирали сделки то есть нужно предложить одну сделку указать цену входа стоп-лосс тэк профит по поводу стоп-лосс помните про эверидж трюй рейдж то есть в метатрейдере тоже есть его всегда можно нанести и закладывать стоп-лосс с учетом этого индикатора то есть с учетом среднего отклонения и соответственно цена входа стоп-лосс тэк профит и дату поста соответственно после той даты которую вы написали мы смотрим по графику цены то есть сработала ли сделка и что сработало стоп-лосс или тэк профит соответственно победителем у нас будет тот у кого будет самое большое движение в процентах в период проведения этого конкурса то есть сам конкурс у нас идет месяц то есть от одного вебинара к следующему то есть участие принять в конкурсе можно с 31 ноября по 28 декабря то есть можно уже сразу же завтра в декабре в первых днях предлагать какие-то сделки которые вы можете найти то есть и вам кажется что в течение месяца будет какое-то существенное движение по этим активам еще важный момент комментарий нельзя редактировать если там будет написано что комментарий был отредактирован то такие сделки мы не принимаем и также хочу сказать что вопросы к Александру лучше также писать под видео на нашем YouTube-канале для того чтобы мы оперативно могли сразу же собрать подготовить потому что у нас всего лишь час очень многое нужно и важно успеть и поэтому не всегда получается ответить на все вопросы в том числе сегодня часть бумаг не успели посмотреть поэтому еще раз не забудьте подписаться на канал поставить лайк написать комментарий написать пожелания да если хотите передать пожелания тоже пишите в комментариях я также их Александру передаю и мы с вами увидимся уже тогда в следующем месяце да в декабре то есть как я уже сказал 28 декабря у нас будет финальный в этом году выпуск и дальше продолжим уже в 23 году поэтому принимайте участие в конкурсе посещайте вебинары и увидимся в следующий раз всем желаю хорошего вечера спасибо за участие всем спасибо и до свидания и до свидания